Добрый вечер, эфиры национальной вещательной компании САХА продолжают совместные агитационные мероприятия доверенных лиц кандидатов в президенты России. Я напомню, что главные выборы страны состоятся уже 18 марта. Итак, представим участников сегодняшнего прямого эфира. Надежда Акимова, доверенное лицо Владимира Вольфовича Жириновского, кандидата на должность президента России от партии ЛДПР. Вячеслав Куличкин, доверенное лицо Павла Николаевича Грудинина, кандидата на должность президента России от партии КПРФ. Алексей Егоров, доверенное лицо Владимира Владимировича Путина, кандидата на должность президента России. И Микаил Заболотный, доверенное лицо Бориса Юрьевича Титова, кандидата на должность президента России от политической партии «Партия Роста». Я приветствую участников сегодняшней программы. Итак, тема эфира «Российская семья. Материнство и детство». Первый вопрос я адресую Надежде Акимовой в порядке регистрации кандидатов. Итак, президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию сказал, считаю главным ключевым фактором развития благополучия людей, достаток в российских семьях. Егор Борисов, глава Якутии, 7 февраля этого года подписал указ о повышении роли семьи в обществе. Как по мнению вашего кандидата, приоритеты расставлены правильно. И давайте поговорим о дополнительных мерах, необходимых для поддержания семьи в России. Пожалуйста, у вас две минуты. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Своё выступление я начну с того, что 5 марта ЦИК России объявил о том, что у Грудинина нашли еще 11 дополнительных зарубежных счетов в Швейцарии. ЦИК должен был объяснить своим избирателям, как сегодня неправомерно поступает кандидат Грудинин. Задумайтесь, когда вы пойдете 18 марта на избирательные участки, за кого вы будете голосовать. Что касаемо программы Владимира Вольфовича Жириновского, хочу сказать о том, что в России всегда была отличительная черта. Это большие крепкие семьи. Мы всегда жили большими семьями, где старшие заботились о младших, и потом старшее поколение заботилось о старших. Поэтому сегодня развитие культа семьи в обществе – это основная программа ЛДПР. ЛДПР на протяжении 30 лет говорит о том, что семью и культ семьи нужно пропагандировать. И для этого в программе у Владимира Вольфовича разработан целый план по повышению количества семей и качества жизни. Это касаемо и системы СМИ, пропаганды, то есть примеров успешных семей мы сегодня должны пропагандировать на телевидении. Это и материальная поддержка в разных направлениях, то есть большая социальная политика. Поэтому надо понимать, что бесценный капитал России – это люди. Без крепких семей сегодня у нас не будет здорового общества, не будет культурного общества и образованного. Поэтому еще раз повторю, что программа Жириновского – это большая программа, которая создана для того, чтобы работать по всем направлениям, чтобы наша Россия стала сильной державой. Голосуйте за Жириновского 18 марта. Спасибо большое. Вячеслав Куличкин, ваше мнение, какие должны быть дополнительные меры, необходимые для поддержания семьи в России? Добрый вечер, дорогие товарищи. Как указано в программе кандидата в однородное патриотическое движение и КПФ Павла Николаевича Грудинина, материнство и детство получат всемирную поддержку. Мы восстановим систему дошкольного образования, гарантируем место для ребенка в детском саду и в группе продленного дня в школе. Реальностью станет развитие массового детского спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожитетному минимуму ребенка. Выполосное ежемесячное пособие увеличится от полутора до трех лет. Государство будет субсидировать производство детских товаров. Также, товарищи, мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного жилья. Ведем обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развернем массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям, детьми в рассрочке без расставшического процента. Ставки по ипотеке будут составлять от трех до четырех процентов. Также гражданам будет обеспечена достойная пенсия. Мы незамедлительно примем закон о детях войны, который уже который год не принимается в Государственной Думе благодаря Единой России. Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. Вернем индексацию пенсии работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости, не менее 50% по средней зарплате. Мы также защитим духовное здоровье нации, возродим отечественную культуру, окажем всестороннюю поддержку музеям, театрам, библиотекам. За счастливое будущее, за Россию, за Грудинина, за победу! Спасибо большое. Алексей Егоров, ну все-таки ваше мнение, какие должны быть дополнительные меры для поддержания семьи в России? Добрый вечер, уважаемые избиратели, добрый вечер, уважаемые участники дебатов. Все мы знаем и видим, что мы живем в социальном государстве. Россия это социальное государство. Еще со времен Советского Союза мы храним эти ценности. Ведь самой главной ценностью является человечество и их благополучие. У нас прекрасно работает государственная система социальной защиты населения. У нас предусмотрена помощь многодетным семьям, малоимущим, безработным, ветеранам войны, сиротам, инвалидам. Предусмотрены разные формы социальной защиты, социальной поддержки. Это выплата пособий, это федеральный региональный материнский капитал, это предоставление земельных участков, это льготная ипотека, это пособия по беременности, родам, это разные материальные помощи. Но, друзья, все же нужно отметить, что самым главным указателем является то, что на сегодняшний день среднее долголетие наших людей составляет 73 года. Это самый, по-моему, главный показатель того, что мы живем именно в социальной и благополучной стране. Вспомните, вот какой демографической яме мы были в 90-х годах. Там смертность превышала рождаемость в два раза. Сегодня же мы видим обратное. В полтора раза увеличилась рождаемость детей. Друзья, Россия встала на путь возрождения. Мы помним, какую Россию Владимиру Владимировичу Путину, какая Россия досталась Владимиру Владимировичу Путину в начале 2000-х годов. И видим, какой она стала сейчас. Мы снова гордимся нашей Россией. Сильный президент, сильная Россия. Спасибо большое. Микайл Заболотный, пожалуйста, дополнительные меры, необходимые для поддержания семьи в России. Вы, наверное, хотите мне задать вопрос, а что Титов, да? А Титов это стратегия роста. Это вот та экономическая программа, которую он предлагает. Кстати, хочу добавить, как всегда, что это экономист, это не политик. То есть мы идем с экономической программой для того, чтобы улучшить благосостояние всех наших граждан нашей большой страны. Но очень сложно улучшать благосостояние граждан, когда очень слабо увеличивается рост рождаемости. Вы согласны со мной? Ну да, был подъем одно время, но приостановился, поскольку... То есть он идет, но слабо. То есть мы могли нарастить. Я вот не хотел касаться темы мигрантов, но придется коснуться, поскольку мигранты как раз это те люди, которые, появляясь в России, в общем-то они тоже дают рост, поскольку образуются семьи. И смешанные дети, метисы, мулаты и так далее. То есть, в общем-то, вообще это красивые дети получаются. Но я хотел о другом. Вы знаете, я считаю, что у нас абсолютно слабая в этом смысле демографическая поддержка, поскольку... Ну, материнский капитал, что это такое? 450 тысяч. Ну, получил ты его, даже если разбить его по месяцам, а этого не происходит, ты должен заплатить за ипотеку, за медицину, за учебу. То есть это всего там сколько, 37-36 тысяч вот в этих пределах. Ну, это ерунда. Республиканские полторы сотни, тоже, в общем-то, ничего существенного. Должна быть поддержка ежемесячная. Почему должна быть ежемесячная? Потому что у вас несколько детей, вам нужно их одеть, обуть, накормить, отправить на тренировки, с тренировок привезти, проезд. То есть вы платите постоянно. А поскольку вы живете в районе Крайнего Севера, то тем более все в два раза больше. То есть, условно говоря, если вы живете в Анапе, то вам нужно только шорты, футболку и рюкзак, что называется. А у нас нужно их полностью одеть. И вот это вот межсезонье, это огромные затраты. Огромные затраты. Если вы не охотник на пушнину, то, в общем, очень сложно вам купить. Тем более, если у вас 10 детей по лавкам. Вообще, демография упала. И мы предлагаем увеличить, предлагаем в этом направлении рост. Спасибо большое. Итак, переходим к следующему блоку. Пожалуй, снова вернемся к посланию. Надежда Акимова. Президент заявил, что за предстоящие 6 лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства, нужно будет направить не менее 3,5 триллионов рублей. Как, на ваш взгляд, должны быть распределены эти деньги, эти следства? Пожалуйста, две минуты. Уважаемые избиратели, в программе Владимира Вольфовича Жириновского очень хорошо описано о том, какие меры сегодня надо принимать для того, чтобы у нас были счастливые семьи. У детей было счастливое детство и для того, чтобы в нашей стране была демография на высоком уровне. Ну, во-первых, надо понимать, что сегодня из-за экологии у нас многие семьи сегодня страдают бесплодием. Фертильность действительно есть и в Якутии, у нас на сегодняшний день это высокий процент. И не каждая женщина, к сожалению, сегодня может воспользоваться новыми современными технологиями в виде ЕКО. Поэтому обязательно надо направить эти деньги на меру, чтобы семьи могли воспользоваться бесплатной государственной медицинской услугой. Не так, как сейчас у нас производится миллионная очередь, а чтобы она стала более доступной. Еще одним из действенных инструментов еще в 90-е предлагал Жириновский, это все-таки материнский капитал. Он действительно сегодня есть, но он не в той мере, в которой хотелось бы. Как минимум надо выплачивать 700 тысяч. ЛДПР, кстати, выходило в Государственной Думе о поднятии размера материнского капитала. Во-вторых, сегодня у нас есть проблема о рождении первого ребенка. И такие семьи действительно тоже надо поддержать. Возможно, государству надо рассмотреть сегодня вопрос о материнском капитале, о рождении первого ребенка. Сейчас стоит, значит, проблема у нас с тем, что в некоторых регионах есть естественный убыль. И сегодня эти деньги надо направить именно туда, то есть принять какие-то определенные меры, чтобы, значит, непосредственно там сегодня больше рождалось детей. Сегодня у нас есть проблемы с детскими садами, и на это тоже предусмотреть определенные выплаты. Ну и, соответственно, надо вести свою политику в отношении мужчин. Вы посмотрите, у нас сегодня их намного меньше. Поэтому голосуйте за Жириновского. Спасибо большое. Вячеслав Куличкин, все-таки 3,5 триллиона рублей в ближайшие 6 лет на меры демографического развития, роста. Как эти деньги нужно распределить, на ваш взгляд? Товарищи, за эти годы гражданам России были обещаны прорывные планы. Это 2020, национальные проекты, отраслевые программы и так далее. Также было обещано более 25 миллионов рабочих мест. Эти программы были озвучены в более 10 посланиях Федерального собрания Российской Федерации кандидатам в президенты. А что имеем на данный момент? Сегодня у нас 140 миллионов человек, которые остались в России от СССР. 39 миллионов пенсионеров, 12,5 миллионов инвалидов. Всего 35 миллионов работают только в реальном секторе производства. Только официально более 20 миллионов человек находятся за чертой бедности. Если страну спасать и действительно возрождать, то необходимо очень умно проводить демографическую политику. Молодая российская семья должна иметь трех детей и кормить четырех престарелых родителей. В такой семье должны работать два человека и получать достойную зарплату. Они при поддержке государства должны получать бесплатное образование. И каждые 4-5 лет проходить переподготовку, поскольку знания быстро устаревают. Все это означает, что надо в принципе менять всю государственную политику. Она должна быть максимально направлена на заботу о молодой семье, на великолепное воспитание подрастающего поколения. Начиная с семьи, детского сада, со школы и с первого рабочего места. Без опоры на духовную сокровищность нашей культуры, на все лучшее и в нашей истории. И решить такую огромную проблему невозможно. А это предполагает и кардинальное обновление власти, формирование нового курса. Это требует создания широкого народно-патриотического движения. Мы считаем, что в голове этого движения должен стоять Павел Николаевич Грудинин, хозяйственник, патриот, государственник, который готов реализовывать наши идеи. Алексей Егоров, 3,5 триллиона в ближайшие 6 лет собираются направить на меры демографического развития. Как эти деньги нужно распределить? На сохранение материнства и детства дать 3,5 триллиона рублей. Это достаточно внушительная и большая сумма. Вы знаете, мне очень нравится и мне очень приятно то, что наше государство, наша Россия не меняется в своих принципах. Он не меняет свои принципы, он дальше продолжает работать в том направлении, в котором он работал. Например, вот если мы берем федеральный материнский капитал, то он был продлен до 2021 года включительно. С 2018 года выплачивается за первого ребенка пособие до полутора лет. Стартовала программа десятилетия детства. С 2018 года существует 5 программ субсидирования кредитов. И хорошо, что это наше приоритетное направление. На сегодняшний день у нас нет очередей в детских садах. Это на самом деле так. Если у нас когда-то 6 лет тому назад у нас были такие проблемы, то сегодня мы их не наблюдаем. И сейчас настало время обратить внимание детям до 3 лет. То есть ясельную группу. Помимо этого у нас полностью уберут вторую смену. О чем это говорит? Это говорит о том, что будут выделяться дополнительные средства для строительства новых школ. Помимо этого мы должны особое внимание уделить здравоохранению. На самом деле по всей России мы это и наблюдаем сейчас на данный момент. Строительство перинатальных центров по всей России. Вот у нас он построился. Был введен в декабре 2017 года. У нас строится онкологический центр. Знаете, на все это обращается внимание. И отрадно, что объем средств выплаты на это направление. Оно увеличивается, а не уменьшается. Спасибо большое. Николай Заболотный, 3,5 триллиона рублей собираются направить в ближайшие 6 лет на меры демографического развития. А роста, как по-вашему нужно распределить эти деньги? Во-первых, выступая здесь, вообще понятно, что никто не против демографии. Это только очень глупый человек, наверное, будет против. Я вот даже Леша Брошу-Леща, вот его кандидата в президенты, значит, Путин сказал о том, что мы выделяем средства для, для чего? Мы выделяем участки земельные, да, по всей России. А на деле этого нет, не происходит. То есть дают там у черта на куличках, никакой инфраструктуры нет, света нет, газа нет, я имею в виду. Проехать невозможно где-то в болоте. Представляете, многодетным семьям. То есть они, президент сказал, должна быть травка, солнце и счастливые лица детей, да? А вот там, там проехать нельзя. После этого мы строим особняки, мы захватываем земли, там, озера и так далее. Но только не делаем то, что сказали. Кто эти люди, которые не делают? Почему они не исполняют, мне непонятно. Почему они еще не там, не знаю, в матросской тишине или где-то поблизости? Для меня странно. Я считаю, что это нужно посмотреть внимательно по этому вопросу. По поводу трех с половиной триллионов рублей, полностью все средства выделить, естественно, на строительство детских садов и школ. Не хватает, говорят, что у нас нет очередей. Ясельные группы еще не укомплектованы, даже вот только сейчас начинаем к этому подходить. Вторая смена, мне непонятно, я учился во второй, очень классно было. Другой вопрос, что дети у нас учатся шесть дней в неделю. Представляете, дети учатся шесть дней в неделю? Вот задумайтесь, взрослые. А значит, они ходят на тренировки, они делают домашние задания, то есть они весь день задействованы. То есть они пашут, как мы, как взрослые. Они, в общем-то, должны, вообще-то, как говорится, послушали урок, пришли домой, за 20 минут ответили, и потом бежать там, не знаю, змея гонять, понимаете? А у нас мы нагружаем их, и что-то хотим из них получить. Да ничего не получится. Получится вот то, о чем я говорил на вчерашнем эфире. Вообще опасная тема. Средства нужно выделить именно на многодетные семьи, на мамочек, и именно подготовить специалистов, чтобы они ухаживали за ними. Только тогда будет рождаемость. Спасибо большое. Итак, переходим к социальной политике. Надежда Акимова, позиция вашего кандидата в отношении заботы об инвалидах, детях-сиротах, ветеранах. Что еще нужно сделать для улучшения качества их жизни? Пожалуйста, у вас минута. Ну, давайте начнем с того, чтобы не было у нас детей-сирот. Сегодня еще раз надо подойти к тому, что нужно развивать институт семьи. Ну, а если уж есть такая у нас проблема, она действительно имеется. Сегодня надо создать все условия, чтобы эти дети, значит, были в новых семьях и обрели настоящую счастливую семью. Что касаемо полноценности социальной поддержки граждан, в программе Владимира Вольфовича Жириновского сегодня очень хорошо все описано. Надо понимать, что это комплексный подход, и за две минуты ты не расскажешь. Но опять же, мы сегодня должны создать все условия для безбарьерной среды, для того, чтобы граждане, которые имеют инвалидность, могли жить полноценно в нашей стране. Мы должны заботиться о старшем поколении. Поэтому голосуйте за Владимира Вольфовича, а не за псевдо-патриотов, которые скрывают свои счета за рубежом. Спасибо. Вячеслав Куличкин, пожалуйста, а вот ваше мнение, что нужно сделать для повышения качества жизни ветеранов, детей-сирот? Уважаемые товарищи, мы все понимаем, что каждый человек рожден для счастья. И Павел Николаевич Городинин в своей программе обозначил, что у каждого, хоть он здоровый или инвалид, не должно быть никаких препятствий на образование, на труд, на жилье. Каждый человек должен быть востребован обществом и жить во благо обществу. Соответственно, общество должно быть такое. Соответственно, мы, когда выдвигали Павла Николаевича Городина, хозяйственника, патриота, понимали всю ответственность перед Россией, перед народом. Поэтому все патриотические силы, левые патриотические силы собрались в один кулак и выдвинули Павла Николаевича Городинина. Поэтому мы уверены, что 18 марта каждый человек, патриот своей родины, государственник, придет в избирательный участок и проголосует за Павла Николаевича Городина, за будущее нашей России. Спасибо большое. Алексей Егоров, вот ваше мнение, что нужно сделать для повышения качества жизни детей-сирот, ветеранов? Детей-сирот, ветеранов. На самом деле, в этом направлении уже ведется большая работа. И я уверен, полностью уверен, что в этом направлении еще работа будет продолжаться. И оно должно продолжаться. Вот на самом деле, вот недавно я посетил дом престарелых. Вы знаете, я был приятно удивлен, потому что это был чистый дом, работали светлые люди. Люди, которые работают не только ради зарплаты, а для того, чтобы заботиться о людях. Пожилые люди, которые там жили, они были вокруг, у них было внимание, они были уделены вниманием. Понимаете? Помимо этого, у нас действует программа «Доступная среда для инвалидов», чтобы наши инвалиды, они чувствовали себя везде комфортно. Дети-сироты, вот в 2017 году 434 детей-сирот были, им были дома. Спасибо большое. Михаил Заболотный, люди с инвалидностью, ветераны, дети-сироты. Продолжим, были выделены квартиры, ты хотел сказать. Спасибо, что продолжили. Я хотел сказать, Павел Грудиневич, счастливый человек, с чего начал. Вячеслав. Вы знаете, вообще то, что происходит с сиротами и с ветеранами, это вообще абсолютное безобразие. Вот смотрите, мы говорим про то, чтобы выделить и что еще нужно сделать. Да давайте хотя бы сохраним то, что есть. Если мы построили дом, чтобы там не бежали по швам стены, чтобы вода не бежала, чтобы потолок не был холодный, потолок там, не знаю, в плесени. Ну просто нужно контролировать, где эти чиновники, которые должны контролировать, где правоохранительные органы. Они в состоянии противозачаточном все. Они друг друга не контролируют, они что-то там каждый по углам сидит, помимо зарплаты получают что-то еще, видимо, или на что-то рассчитывают, или надеются. Поэтому я просто вот поражаюсь вот этой вот работе, и еще говорим мы про системную работу. Ни черта никакой системы нет, потому что люди страдают, сироты, о которых вообще-то государство должно заботиться, они и так обиженные люди. Вот поэтому, вот так вот, в общем. Спасибо. На этом у нас все.